Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну давайте посмотрим, чего новенького. Много скопилось, поэтому у меня сегодня ролик чуть-чуть пораньше, второй. Власть Ирана пояснили причину задержания российской журналистки Юзик. Значит, задержание журналистки не связано с вопросом о шпионаже. Такое заявление сегодня, 7 октября, на пресс-конференции сделал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. Вот так. А там, оказывается, целая история была шпионская. Смотрите. Сначала вот у этой Юлии отобрали паспорт, когда она прилетела, да? А через день бойцы корпуса стражей исламской революции ворвались в номер отеля, где она остановилась, и её увезли. Вот так. Известно, что ранее она работала у журналистов в Тегеране, теперь её обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. До 10 лет тюрьмы ей грозит. Дальше смотрим. Россия поставила властям Центрально-Африканской Республики новую партию оружия, ребята. Да, так там и воюют. В неё вошли пулемёты, автоматы Калашникова, винтовки Мосин образца 1944 года. Ну, где-то на складе взяли старенькие. Передает агентство Интерфакс. По словам представителей местных властей, вторую партию доставили 14 самолётов. Ой-ё-ё, в Москве ранее подчёркивали, что ДТТ не нарушают решение Совета Безопасности, а российские инструктора готовят кадры для сил безопасности. Однако пресса писала о том, что в ЦАР, ну, это Центрально-Африканская Республика, действуют наёмники из российской частной военной компании «Вагнер». Официально эту информацию не подтверждали. Да ещё бы они подтвердили бы официально. Ну, вот так. Ещё одна войнушка, ребята. Правда, не кричат особо по телевизору, но воюют. В России впервые оштрафовали за курение на балконе. Ну, оштрафовали, да. 4 тысячи рублей, но он бычок бросил и пожар был. Площадь возгорания составила менее квадратного метра. А это что за пожар? Менее квадратного метра. Смотрите, ну, прицепились, нам набросил. Там бумажка загорелась, а внизу полковник полиции жил. Ну, вот и что-то в этом роде. В США сравнили число танков России и НАТО. А зачем бы? Интересно. Россия располагается самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин. Количество танков, которым превосходит их совокупное число у всех стран-членов НАТО. Членов НАТО. Представляете? Ну, тут Москва располагает примерно 22 тысячами танков. Ой-ё-ё-ё. А для чего это? А я вам сейчас скажу, для чего. Опа. Значит, НАТО полагает, что в противостоянии с российскими боевыми машинами могут помочь беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых ведётся в настоящее время в Европе. В сентябре стало известно, что противотанковый ракетный комплекс «Джавелин», интегрированный в дистанционно управляемую станцию на гусеничном беспилотнике, успешно испытан от тестовой площадки «Редстоун» в штат Алабама, что могло бы минимизировать человеческие жертвы в случае наступления России на Прибалтику. Ничего, концовочка, да, ну вот теперь туда будут всё вот это вот окружать Россию со всех сторон джавелинами, да, чтобы не дёргалось. Правильно, какой разговор. Здесь вот картинка даже есть, какой танчик маленький и с этим джавелином. В США разработали план по сдерживанию России в Чёрном море. Ребята, смотрите, одно и то же, да, сдерживать Россию. Автор документов вызывает обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. Да, точно, Москва модернизировала. Я тоже читал, они покрасили, ну, правда, наполовину один какой-то крейсер. Вот, это называется модернизация. По мнению экспертов центра, чтобы противодействовать растущему российскому влиянию в регионе, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы ПВО и береговые ракетные комплексы. Ребята, вот как хорошо, видите, да, Москва там шумит, вот мы то, мы сё, мы модернизируем, бах, а их окружают, вас окружают, ребята, вас, да, вас, а вы к этому причастны. Правильно мне Сергей вчера написал, он в Германии живёт, на баяне вот играл, да, что после войны всё-таки решили, что виноваты не только гитлеровцы, там, во главе с Гитлером, Бормантом и так далее, а все немцы, которые потакали, вот именно такое слово, я не помню, как оно по-неместе, именно потакали, значит, захвату и так далее, в общем, росту Гитлера в Германии. Вот так вот, все виноваты, все, вся страна. Ну и новости из России. Россиянин, ой, даже не знаю, как сказать, россиянин украл водонапорную башню и сдал её в металлолом. Директор жилищного коммунального предприятия в Челябинске спилил водонапорную башню и сдал её в металлолом. Ну это вот как вот это, а, Дробовшевская ЖКХ. Ничего не подчинил, сдал конструкцию в приём лома, ему заплатили 22 тысячи рублей и всё. Ну, подали на него в суд, он признал. Да ну как же не признать, если стояла водонапорная башня, а больше её нету. Вообще какой-то мрак, да. Это я по лентеру прошёлся. Вот смешно. Лемур вскочил на ведущую и лишил её волос в прямом эфире. Дело в том, что вот как раз в субботу, да, очень много всякой ерунды вот показывают по телевидению, по-американскому, да. Всё какие-то животные-животные, притаскивают их прям в студию, и вот они там всякие тигры, львы, собаки, лемуры. Ну вот один лемур взял, а у него паричок, оказывается, был симпатичный, да, у ведущего, но снял, начал играть. Вот так. О, ранее 3 октября 2019 года два верблюда атаковали сидящего в машине ведущего из Объединённых Арабских Эмиратов. Он кричал и тщетно пытался отбиться от них. Попробуй от двух верблюдов обейся, от одного ты не отобьёшься. Вот так, ребята, надо к животам относиться. По-человечески, по-человечески. А, ну вот ещё новости из Москвы, очень интересно. Московскую плитку покрыли плиткой. Плитка лежала, причём так неплохо, да, её сверху опять плиткой кладут. В Москве заметили плитку, покрытую другой плиткой. Фотография опубликована в Твиттер-аккаунте «Дикая Москва». Революция благоустройства, плитка на плитке. Да, это ничего смешного, такого нету, ребят. Да, культурный слой. Как дерево кольцами, так Москва плиткой, да. Да, вот это да. Ну, то есть, вот, потом будут когда-то, через многие годы, да, значит, раскопки в Москве. И вот какая плитка, такой год, да. Каждый год по плитке. Ужас, ужас. Путин и Шойгу отдохнули в Сибирской тайге. Ну, прям отец родной. А, ну, ёк, Ламына, как это всё показывают? Какое это всё дерьмо, ребята, а? Показывают из него человека. А он давно не людь уже. Давно уже. И что Шойга, что Путин. Они не люди. Я вам точно говорю. Российским экстремистам назначили прожиточный минимум. Вот это я не могу понять. Оказывается, в России есть такое понятие экстремист. Вот могут человека признать экстремистом, заблокировать все счета, и они могут тратить время в месяц не более 10 тысяч рублей. А как это так, экстремист? А почему он тогда живёт в России, надо его в тюрьму? Или в Америку? Экстремисты вам зачем нужны? Вообще-то это такая дичь какая-то, что я уже отказываюсь понимать. И заголовок-то меня просто поразил. Российским экстремистам назначили прожиточный минимум. А пенсия по экстремизму сколько тогда будет, а? Пособий по экстремизму. Ой-ё. Суд в Амурской области оштрафовал двух местных жительниц Елену Селезнёву и Татьяну Толушкину на 15 тысяч рублей. Они признаны виновными в распространении фейковых новостей в мессенджере WhatsApp. Записи касались последствий наводнения в Амурской области. Вот это да. Я оштрафовали. Ребята, осторожнее будьте, осторожнее. И у меня тоже на сайте. Будьте осторожнее. Сегодня тут один деятель начал кричать, что Зеленка-то, Зеленский такой, сякой, пятый, десятый. Я ему посоветовал самому уволиться, чтобы я его не уволил. Не надо кричать. Ну, можно что-то такое. Вот мне, например, ну, там, за кого-то я говорю, вот мне не нравится Порошенко, или мне не нравится Зеленский, там, и так далее. Объяснить, мотивировать. А так вот просто орать, что он такой сякой. Я удаляю за это. Производство кальвадоса возобновится в России. Это так называют. Собственно говоря, это яблочное. Помните, было яблочное, да? Мои, так сказать, в моих лет люди, да? Помните, яблочное. Только оно и было. Не помню, сколько стоило. Руб 20 или руб 30. Как-то так. Барматуха, короче. Ну, вот сейчас опять. Барматуху. Яблочный напиток. Должен поступить в 2021 году на прилавке. Ну, понятно. Так, Лента.ру. Исследование прибыли российских компаний выявило кавказский парадокс. Действительно, на самом деле интересно. Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понёс средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Ну, что интересно, вот среди их всех, да, есть те, которые, наоборот, выше всех по России. У них страшная прибыль, понимаете? Ну, а вывод какой? То есть, они грабят всех остальных. Вот и всё. Чё тут, какой парадокс? Самым убытченным регионом оказалась Ростовская область. Потери компаний составили 23 миллиарда рублей. Т-д-д-д-д-д. В то же время в трёх из семи самых убытченных регионов, Ингушетия, Чечня и Дагестан, возглавили рейтинг регионов самой высокой доли прибыльных компаний. Вот так вот, ребята. Там же самые плохие и там же самые хорошие. Ну, Кавказ. Чё тут? Тут спорить нечего. Не сидел ни мужик. Откровение декретных пап. Это не про тюрьму. Это интересно. Оказывается, в России только 2% отцов воспользовались возможностью уйти в декрет. Ну, если мама там в бизнес какой-то, да. Ну, и вот тут много-много, бла-бла-бла-бла-бла-бла, да. У нас напротив вот в доме живёт мужик. Он за детьми ухаживает. Они вот так растут. Были сначала совсем крохотные. Вот они год назад переехали. А сейчас вот он их выводит гулять. Причём каждый день чётко в 6 часов. Вот. Они орут у него со страшной силой. Они и в доме-то орут. А на улице такой крик. А он сидит, ему пофиг. Интересно. Маму я тоже видел. Мама такая какая-то вся в заботах. Вот. Вот приезжает, уезжает. А он целыми днями с ним сидит. Ну, я не знаю. Тут у нас есть мамы с маленькими детьми. Но они так не орут у них. А у папы что-то. А ему вообще по барабану. Ну, вот я поковырялся немножко. Пора валить. Всё об эмиграции. Ура! Патриотизм головного мозга. 80-й левел. Д-д-д-д-да, что в России мало бедных и почти нет нищих. Потому что бедный не может иметь собственный автомобиль. А нищий не может жить в квартире со всеми удобствами. Нищий – это тот, кто бродит в лохмотьях и кому нечего есть. А другой ему, значит, отвечает. Он говорит, слушайте, а что тогда, говорит? На середину 2017 года, значит, согласно статистике, число бедных в России достигло 20 миллионов человек. Ну, как вот это так? да бедность это в лохмоть их слушать это это уж совсем как говорится это бог знает когда такое было так вот еще тоже на пора валить почему если богатый углем край то обязательно там дерьмовая жизнь ну тоже правильно вот интересно да один человек же пожалуйста в хакасии угольные компании добывают 30 миллионов тонн угля но при этом там не жизнь а выживание и вот мне стало интересно почему такой богатую ли углем край то обязательно не жизнь а чертю что транспорт ходит с дырами от старости дороги как после бомбежки долги по заплате по зарплате значит медицины в упадке туалеты возле бараков как фильме ужасов да интересно и вот он пишет а тут цивилев значит затеял строительство ледового мега-мега дворца я посмотрел кто такой цивилев то это в кемерове собрался мега дворец но ледовые смысле вот ледовая арена там и так далее 7 миллиардов 8 миллиардов 9 миллиардов да интересно почему бы и нет ладно так что у меня тут еще представитель дерипаски уведомили иностранные сми о необходимости явки в суд на кубани короче дерипаска подал в суд на американские британские издания но в свое в кубанский суд да представители бизнесмена уточнили что и иск относится к категории защиты деловой репутации ну конечно кубанский суд присудит американцам заплатить ему там бог знает сколько смешно вот это да киев перенес начало отвода сил в донбассе они собирались отводить силу но дело в том что там была договоренность разведение сил начнется на седьмой день после того как не будет обстрелов а вот как раз был обстрел и вот теперь опять 7 дней отчитывает ну вот как то так ребята смотрите я тоже обратил внимание неделю а здоровье анастасии заворотнюк нет никаких известий вообще вот ноль уже тут проскатывал что она 5 октября скончалась то есть но никаких новостей нет и все странно это правда очень странно трамп призвал к импичменту пелоси измени по обвинению в госизмене я не могу меня смех раздирает он теперь значит чтобы импичмент был нэнси пелоси но она ему ответит да ой нашел с кем связаться она такая тертая а он какой то но это все равно как первоклассник значит на директрису вот да чего нибудь но она его и задает только хуже делает ой 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 трампа уличили в нарушении клятвы президента ну да тут еще вот есть один какой-то адам шиф он тоже его хочет это импичмент под него подвести тарам да солдаты в в в о в в кто это такие восточный войну округ значит впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства у них будет учеба отработают мастеровки под объекты сельского хозяйства оу ребята я вам расскажу как это будет собственно не расскажу а покажу вот посмотрите посмотрели ну ладно хорошо и теперь значит совсем коротенько назван самый полезный продукт для женского здоровья вот интересно я статью сегодня опубликовал сегодня большого ролика не будет по медицине а просто статья но она небольшая не надо из нее ролик вытягивать авокадо ребята авокадо продукт номер один для женского здоровья я согласен но тут я ссылочку внизу поставлю ученые выяснили что авокадо должен обязательно присутствовать в рационе питания женщин из-за своего специфического влияния на организм ну тут витамины то все от старения супер плод от старения улучшает кровообращение защищает клетки от разрушительных действий вирусов там и так далее алилиновая кислота способствует роста укреплению антиоксидант я просто хочу сказать что я вот одно время что-то не ел авокадо а сейчас вот что-то жена натащила я зачистил да ребята она хорошо вот я после после вот этого авокадо ну пару раз в неделю по половинке да я себя очень хорошо чувствую то есть я хочу сказать не только женщин но и мужчинам попробуйте это дело и а вообще для женщин вот у меня правда где-то была давно статья я просто вот здесь сейчас скажу да свекла еще очень и очень хорошо им для женщин именно вот именно паузу от климакса вот для женских таких гинекологических дел свекла очень хорошо идет попробуйте ну вот и авокадо но свекла подешевле надо подоступнее так у меня на сегодня все и маленький кусочек никак доктор не уйдет до маленький кусочек мы вчера женой записали ролик называется он что нужно знать о банках в сша вот самое начало послушайте остальное я уже закинул на платный канал на платный канал внизу подписывайтесь там все самое свежее самое интересное все до свидания с вами доктор влачао хоба загорелась здравствуйте это татьяна и влад и татьяна сегодня расскажет о банковской системе в сша почему это важно вот я когда сюда приехал у меня опыт был только сберкнижка а здесь оказывается это очень сложно танечка поздоровица поздоровица с нашими здравствуйте ничего сложного в этом нету это все надо просто знать и понимать вот если кто-то не знает не понимает двух словах сейчас расскажу понемножку значит здесь в америке значит бумажных денег в ходу почти нет за редким исключением но люди снимают там со счета в банке там где-то 20 долларов например на такие мелочи как есть если надо ехать кто-то ездит в общественном транспорте и надо покупать билеты до билеты в автобусе в метро это все нужно платить не карточкой а бумажными деньгами но поскольку поскольку здесь девяносто девять и девять десяток процента населения ездят на машинах вот это практически здесь это называется кэш то есть наличные деньги никому не нужны мы все пользуемся только карточками значит ну во первых во первых каждый человек в америке обязательно банки имеет аккаунт аккаунты бывают нескольких видов основной вид аккаунта это так называемый чекинг аккаунт вот это значит аккаунт который на который если вы работаете то зарплата перечисляется только на банковский аккаунт здесь никакие компании ничего не платят людям не наличными не дают на руки чеков которые потом идешь и обналичиваешь на бумажные деньги это уже давным-давно прошедший этап уже давным-давно как ну лет 20 уже наверно у вас наверное уже тоже так пенсии идет только на банковский аккаунт и все зарплаты тоже идут на банковский аккаунт если кто-то имеет какие-то помощи на детей там или на пожилых или что значит все идет только на банковский аккаунт